Добрый вечер, дамы и господа! С вами Криптовчейв! Ну что, всех поздравляю с тем, что биткоин пробил наконец-таки исторически важный уровень 20 тысяч долларов и теперь имеет стоимость на текущий момент времени 20 с половиной тысяч долларов. Для полного успеха биткоину потребуется закрепиться свыше 20 тысяч долларов на дневном таймфрейме, чтобы открыть новое ралли, которое последует вплоть до 50 тысяч за один биткоин. Напомню вам, что для того, чтобы понять, сколько биткоин будет расти, нужно сложить процентность. То есть, если мы берем процентность 100%, то биткоину нужно все-таки дойти до 41 тысячи долларов за биткоин. И 40 тысяч долларов за биткоин, в принципе, это вполне реальная картина. То, что мы видим по альткоинам, действительно, сейчас альткоины чувствуют себя не очень по сравнению с биткоином. Да, в том плане, что зачастую у альткоинов есть такая тема, что они растут в 2 раза, 3 раза больше, нежели биткоин. Но сейчас мы видим, что процентность и доходность альткоинов, она практически как и у биткоина. Это говорит о том, что, возможно, альтсизм только запаздывает и только начинается. Что касается, в принципе, других криптовалют, то мы видим, что, например, тот же Монеро, он хоть и хорошо рос, но сейчас то, что биткоин пробил хай, Монеро практически стоит на месте и дает всего лишь полпроцента прибыли. То есть, зачастую альткоины, я действительно соглашусь с тем, что они подтягиваются за биткоином и растут не сразу, поэтому здесь расслабляться не стоит. Что касается страха и жадности, то все-таки это 92,100. Люди сейчас уже начнут активно покупать. И также мы будем видеть рост динамики популярности, потому что уже зарождается на ваших глазах новый хайп криптовалют. Кстати, небольшая рекламная пауза. Крипта имеет высокую волатильность, она может сильно расти и давать вам большую прибыль, но также курс может сильно падать и значительно уменьшить ваш капитал в крипте. Именно поэтому стоит застраховать свои риски. Одним из лучших решений это проект MegaETH.io, при участии в котором вы получаете от 3 до 10% ежедневной прибыли вне зависимости от курса крипты. В проекте MegaETH.io нет человеческого фактора. Вложив в свой эфир проект автоматизированная система, гарантированно ежедневно воплачивает накопленную прибыль на ваш ЕТХ кошелек. Чем выше сумма вклада, тем больше процентов ежедневной прибыли вы получите. Как доказательство тому, что проект честный прозрачный и ежедневно платит дивиденды, я сам вложил 5 эфиров в MegaETH.io. Вывести свой вклад из проекта можно в любой удобный для вас момент. На сайте расписано все очень просто, разберется даже ребенок. Ну а если у вас возникнут дополнительные вопросы, можете написать оператору на сайте, который вам все объяснит. Ссылка на проект находится в описании под роликом. И в связи с тем, что биткоин пробил 20 тысяч долларов, все-таки закладывается такое мнение, что рано или поздно альткоины тоже пойдут вверх. Например, тот же XRP, который за последнее время снизился на более чем 20%, сейчас показывает не очень хорошую динамику. Кстати, он падал до той зоны поддержки 44 цента, о которой я вчера заявлял. Да, но сейчас мы видим, что отсюда был выкуп. Да, и теперь нужно смотреть, как дальше будут развиваться события. Какие же есть события у XRP? Ну, во-первых, он может стартануть с зоны поддержки, в принципе, уже и оттолкнуться на, опять-таки, возврат 70 центов. Это будет говорить о том, что здесь выкупили XRP монету и, в принципе, готовы ее гнать уже наверх. В связи с историческим пробоем хая биткоина это вполне реально. Если мы будем говорить про то, где же уже быки сдадут позиции, где будет их капитуляция, то это уровень 40 центов и ниже. Именно там быки уже капитулируют и XRP также спустится на отметку 26 центов. В связи с пробоем биткоина 20 тысяч долларов это, в принципе, менее вероятно. Но если вы хотите действительно заработать и быть трейдером, да, потому что мы сейчас, как трейдеры, говорим о том, как заработать, то нам необходимо ставить на пробой XRP, будучи в Fiat на отметку свыше того локального уровня, который он хая установил недавно. Ну, вы можете сами посмотреть. Это 78 центов и, соответственно, там нужно ставить куда выше стоп-лимит, чтобы у вас, в принципе, сработал ордер. И также нужно отметить, что, в принципе, после вот такой коррекции XRP вполне может набрать силу, набрать, значит, покупателей крупных. И мы можем пойти вполне на отметку 86 и затем уже доллар. Но, что касается, в принципе, того, как хотят усмирить Ethereum и почему Ethereum будет расти до февраля 2021 года, а именно до 8 февраля, дело в том, что уже Чикагская товарная биржа анонсировала запуск фьючерсов на Ethereum. Это говорит о том, что Ethereum уже приручат и Ethereum не сможет там дойти быстро до 10 тысяч долларов. На этом будут зарабатывать и, отталкиваясь от успеха фьючерсов и опционов на биткоин, CME Group добавит фьючерсы на Ethereum к решениям по управлению рисками криптовалют и они станут доступны для торгов в феврале, пишет биржа. Ну и запуск фьючерсов на биткоин CME провела, собственно, она в декабре 2017 года. И, в принципе, это показало то, что после того, как были запущены фьючерсы на биткоин, пошло глобальное снижение биткоина и рынка в целом. То же самое ждет Ethereum и, в принципе, то, что Ethereum будет расти до февраля 2021 года, это вполне реально, и в таком случае Ethereum, конечно же, легко дойдет до отметки 2 тысяч долларов за криптовалюту, а потом уже его спустят. С учетом того, что экосистема, в принципе, Ethereum укрепилась, то, что он стал более технологичным, потому что также появились DFI проекты и, в принципе, готовится запуск Ethereum 2.0, мы можем сказать, что вполне эта цена реальна, и Ethereum собой представляет уже не только там какой-то спекулятивный интерес, а и целую технологию, которая, в принципе, способствует развитию рынка криптовалют, индустрии в целом. Также по XRPS, его смарт-контрактами, которые будут запущены, значит, благодаря также Flay Network, я считаю, что здесь XRP тоже вырастет по капитализации на 70 миллиардов, при капитализации 70 миллиардов цена XRP будет примерно 1,5 доллара за монету. Но, опять-таки, если мы говорим с точки зрения там холдеров, да, в принципе, XRP, ну, я считаю, что необходим в портфеле. Если мы говорим с точки зрения трейдеров, то сейчас я бы не откупал XRP, смотрел, что будет дальше, и, в принципе, грамотно бы торговал эту монету, чтобы не остаться с носом, чтобы не остаться в просадке и так далее. Потому что многие, которые люди смотрят видеоролики, они, видимо, не понимают, что холдер, инвестор, да, и трейдер – это два разных, как бы, человека, да, два разных стиля. Не только там какой-то торговли, а, в принципе, ну, вообще, два фундаментально разных понятия. Что касается, значит, биткоина, понятное дело, что мы сегодня с вами 16 декабря увидели его максимальный пик, максимальное значение. Куда биткоин пойдет, здесь, в принципе, нет каких-либо уровней. Технический анализ здесь уже работать не будет, потому что уровни будут только строиться, только будет протаптываться вот эта первая дорожка похода, там, возможно, к 30 тысячам долларов, да, и там оттуда уже можно, когда биткоин пойдет на коррекцию, смотреть, где же там какие уровни, где покупал крупный игрок, где, в принципе, имеет интерес слить биткоин и так далее. Пока сейчас нужно, естественно, пользоваться стопами и не более. Что касается компании, крупная Raffer Investment, она подтвердила факт вложения в биткоин 744 миллиона долларов. Это фонд, да, и наше недавнее дополнение, благодаря одному из специалистов, управляющих в Raffer Multi Strategies Fund, стала биткоином. Доля биткоина в настоящее время эквивалентно примерно 2,5% портфеля, написали они. Ну, это говорит о том, что фонды компании, то есть, скупают биткоин и практически сейчас покупателей будет много, а вот продавцов мало, потому что биткоин уже давно скупили и будут его вести до определенных уровней. Подводя итоги рынка, можно сказать, что действительно сейчас чеканец переводится также USDT на Binance, на бирже. Таким образом, мы видим, что тизер качается по капитализации, его капитализация почти достигла 20 миллиардов долларов и скоро обгонят, возможно, XRP, да, и тем не менее, также нужно отметить, что по тизеру тоже есть вопросы, насколько эта пороховая бочка просуществует и будет существовать она ли вообще, потому как также будет заседание Нью-Йоркской прокуратуры и тизера BitFenix будут решать, в принципе, судьбу тизера, что с ним дальше делать. Ну, подводя итоги, в принципе, понятно, что здесь, я считаю, что нужно работать на пробое, считаю, что, в принципе, рост биткоина, он продлится до, думаю, отметки 23 тысячи долларов, но это всего лишь предположение по тому, как нету реальных уровней. Считаю, что также, в принципе, альту тоже можно покупать, можно приглядеться к альте, потому что на недельном таймфрейме мы видим выкуп, мы также видим выкуп на месячном таймфрейме. Это говорит о том, что здесь крупный игрок выкупил альту и, в принципе, будет гнать ее на верхи. Тут же Litecoin, там, если стоил, отметка там была у него 310 долларов и больше, то уже он сделает перехай. Я считаю, что Litecoin это такое некое цифровое серебро, оно часто также бывает, опережает биткоин, но в данном случае это уже не 2019 год, по сравнению с 2019 годом Litecoin сейчас не опережает биткоин, опережает биткоин и эфириум, но я считаю, что шансы на хороший рост и хороший подъем у нас есть, а также перехай в связи с перехаем биткоина у альты, они появились, эти шансы, поэтому будем, соответственно, торговать и дальше смотреть. Ну, а с вами был Криптофти, всем пока, всем пока и до новых встреч. Проект, который ежедневно выплачивает криптульты эфириум, это MegaETH.io. Ссылка на проект находится в описании под роликом.